Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях ученики Одинцовской лингвистической гимназии победители научно-практических конференций и заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Борисовна Рассолова. Здравствуйте, Татьяна Борисовна! Здравствуйте, девчонки! Поздравляем вас с победой, с абсолютной победой! Арина представляет у нас сегодня начальное звено, но Елизавета, конечно же, старшую школу. Татьяна Борисовна, прежде чем мы дадим слово девчонкам, хотелось бы, конечно же, чтобы вы рассказали о том внимании, который ваша гимназия уделяет именно проектной деятельности, потому что у вас ежегодно огромное количество победителей на этих конференциях. Урожай богатый снова собран! Да, дело все в том, что, надо сказать, что проектная деятельность, исследовательская деятельность, это уже бренд, можно сказать, нашей гимназии. И надо сказать, что это не только районная научно-практическая конференция, но это и международные различные научно-практические конференции, это и всероссийские научно-практические конференции. И вот сейчас у нас 11 обучающихся наших уехали в Обнинск тоже защищать свои научно-практические работы, причем в заочном этапе они уже были победителями, 11 человек. Эта работа, наверное, из-за того, что она была с самого момента основания нашей гимназии... То есть еще тогда, когда в ГОС ее и не подразумевали. Не подразумевали, да, проектов тогда не было. Исследовательские работы были, но они были единичные. Ну, кто хотел, делал по желанию, а так, чтобы это обязательно для всех этого не было. Вот в нашей гимназии сразу появились проекты. И в проектах участвовали абсолютно все, от мала до велика. То есть и с первого класса, что называется, по последней. Поэтому, наверное, не случайно такие результаты, и не случайно вот эти победы. Эта работа очень полезна. Какие работы в этом году поразили вас? Какие темы дети выбирали с 1 по 11 класс? Может быть, было что-то действительно такое, но очень удивительное и очень необычное? Очень необычного, очень удивительного много. Мне просто очень жаль, что я не могу присутствовать во всех секциях. Я, например, была только членом жюри в секции любителей слова. И вот надо сказать, что там у нас поразило всех членов жюри работа шестиклассника. Он пишет роман, научно-фантастический роман. И действительно, великолепный язык, прекрасная речь. Вот эта вот работа нас, конечно, очень и очень поразила. Но, конечно, я очень рада и счастлива, что мои девочки, которых я учу с 5 класса, они в этом году четверо представляли свои работы на научно-практической конференции в школе по русскому языку и по литературе. И я ими очень горда. Вот Лиза, например, она победитель районной научно-практической конференции «Истоки духовности». Вот эта конференция, она связана именно с православием. Лиза, о чем твой проект, какую тему в этом году ты раскрывала? Ну, тема моей работы – это «Евангельские мотивы в романе Достоевского преступления и наказания». На самом деле, сначала тему было выбрать довольно сложно, потому что было несколько вариантов, но решила все же остановиться на этом, потому что мне кажется, что изучение религии, понимание религии – это признак еще и образованности человека. И это, к тому же, то, что очень сильно повлияло на русскую литературу в целом, как XIX века, XX и даже раньше. И поэтому очень сложно понимать произведение в полной мере в отрыве от понимания именно религиозных каких-то смыслов, вложенных в него. Что ты для себя открыла, работая над этой темой? Ну, я смогла лучше изучить священное писание. К сожалению, у меня не самое глубокое понимание данного вопроса, но это признак образованности человека, поэтому это большой шаг вперед именно как личности, на мой взгляд. Не только как ученика, но и как человека. Почему Достоевский, почему преступление и наказание? Ну, потому что Достоевский – это один из писателей самых религиозных в русской литературе. И именно в его произведениях это понимание священного писания играет очень важную роль. Ну, «Преступление и наказание» – это произведение школьной программы, которую я прочитала уже летом. И, например, к нам зимой приходил отец Павел Карташов с лекцией, и он рассказывал краса мотива, который появляется в произведении «Преступление и наказание». И тогда у меня появилась идея изучить эту тему намного глубже и подробнее, потому что он коснулся только некоторых. Когда ты бралась за эту тему, за этот проект, думала ли ты о том, что станешь победителем научно-практической конференции? Было ли это твоим конечным результатом? Нет, ни в коем случае. Все-таки исследовательская работа – это работа все-таки еще и над собой, и над материалом, который ты изучаешь. А все, что выходит дальше – это просто как приятный бонус. Очень много споров вокруг проектной деятельности. Одни родители за, другие против. Одни дети говорят, что зачем это нужно, отнимает время. А вот ты как считаешь, что дает тебе из года в год проектная деятельность? Ну, у нас так получилось, что мы с классом очень много лет делали совместный проект. Это были спектакли, какие-то творческие работы. Это очень помогло именно сплочению как коллектива. Но если же работать самостоятельно, это возможность более глубоко изучить тему, которая тебе интересна. Например, даже вне школьной программы, потому что некоторые ребята берут творческие темы. Например, у меня одноклассница делала проект, связанный с фотографией, предметом, который, например, в школе не изучает, но он ей очень интересен. И это помогло ей лучше понять то, чем она увлекается. Ну, если говорить про однозначность, ты за проектную деятельность? Однозначно за. Выбор темы у нас был очень проблематичным, надо сказать, что мы ее выбирали и меняли, наверное, раз пять, да, Лиза? Да, вот мы каждый раз как-то вот начинали говорить. Я обычно задаю вопрос, когда стоит вопрос о выборе темы, задаю вопрос такой, какой писатель тебе больше всего нравится, да? А какое произведение тебя затронуло? А чем бы ты хотела заниматься? Ну, в общем, у нас от блогера и русского языка, ну, в общем-то, до Серебряного века, потом еще поэзия, да, что-то еще было связано с поэзией. Ну, в общем, мы до такой степени метались туда-сюда, никак не могли определиться с темой. А потом как-то так вот внезапно я говорю, ну, хорошо, Лиза у нас еще и призер Олимпиады по литературе. Вот, она у нас девушка литературная, вот, изучающая и знающая литературу, читающая. Она собирается и издавать литературу в следующем году ЕГЭ. Вот, и она ходила на курсы, она там расскажет, куда она ходила на курсы, что она еще для себя открыла. Я, в общем-то, отчаялась выбрать какую-либо тему. Я думаю, я, что называется, хожу, обдумываю, что же Лизе такое вот предложить еще, и ей все не нравится. И это не нравится, и это не нравится. Нет, это не мое. Она только начинает, тут же бросает. Думаю, да что ж такое? Я говорю, ну, тогда давай кто-нибудь себе другой, может быть, что-то предложит. И вот, что называется, второй учитель, да, ну, вот, говорят, одна голова хорошо, две лучше, предложил ей, говорит, а возьми-ка ты Достоевского. И вот как-то это вот у нас пошло. Легло. Легло, да, легло. Ну, вот Лиза сказала, что Достоевский один из самых религиозных писателей, да, наших. Вот я бы, наверное, так не сказала, не столько религиозных, сколько духовных. Вот у Достоевского заложена та духовность и нравственность в его произведениях, которая, наверное, очень близка, очень многим. Потому что если даже у Лизы это есть в работе, спросить у кого-то, какого-то иностранного жителя, да, там, иностранца, который приехал, откуда-то, ну, кого они могут назвать, из писателей, да, России, там, и так далее, они называют Достоевского. Он легко переводится, он понятен. Вот эти вот все христианские мотивы, конечно, они тоже все понятны. И он духовен. И вот это вот, наверное, и важно. Когда дети читают и как-то вот через именно Раскольникова, да, через его преобразование, его путь самосовершенствования, познают истину жизни. В работе над проектом мне помогала учительница, которой мы ездили на курсы еще в октябре в Немчиновский лицей, Галина Ивановна Попова. И, ну, она мне помогла в основном с темой. И также мне помогал мой друг, который посоветовал очень большое количество разной литературы по Достоевскому. Даже одолжил некоторые книги, изучив которые, я смогла как раз написать эту работу. У нас сегодня в студии присутствует Арина Милюхина, ученица 2-го Д-класса Одинцовской лингвистической гимназии, которая создала и разработала собственную коллекцию одежды. Арина, расскажи о своем проекте, ну и, конечно же, более, наверное, детально, подробно обо всей этой красоте, которая сегодня представлена в нашей студии. Мой проект называется «Как я делала краски». Первую футболку я замочила в растворе из черного чая. Сделала, нарисовала шоколадным собаку, некоторые детали ее раскрасила какао и сделала аппликацию. Вторую футболку я замочила в растворе из черники. Постирала и просто черникой... То есть вот эта футболка, которую ты замочила... То есть я правильно понимаю, да, что вы с мамой купили белые футболки. Да. И дальше ты начала экспериментировать. Да. Расскажи, то есть эта футболка была замочена в растворе из черники? Из черники. И потом ее постирали. А потом просто черникой нарисовали рисунок и тоже сделали аппликацию. Угу. Третья футболка. У нас тут их три. Эту футболку я замочила в растворе из брусники. Тоже постирала, она стала почти такого же цвета. И край замочила в растворе из кукурмы. И тоже сделала аппликацию. Я хочу сказать, что футболки пахнут специями и ягодами. Ягодами. Это такой приятный бонус. Арина, почему ты решила красить футболки натуральными красками? Как пришла такая идея? Ну, потому что надо беречь свою землю. И чтобы все было экологично. Вы должны носить экологически чистую одежду, да? И если уж использовать красители, то из натуральных продуктов. Кто помогал тебе в создании твоей коллекции? Мне помогала мама сделать аппликацию и все. То есть вся идея, все, что ты разработала, все красила, все растворы, ты экспериментировала сама? Да. Как все это проходило? Ну, сначала я нарисовала эскизы, потом сделала раствор, опустила в горячий раствор ткань, подождала некоторое время, достала ткань, развесила и разгладила утюгом. И получилась? Футболка. И получились футболки. Что дальше будет происходить с этими футболками? Подаришь ли ты их кому-то или будешь носить сама? Как ты распорядишься в своей коллекции, Арина? Ну, я уже некоторые футболки подарила своим подружкам на Новый год. И думаю, ну, вот эти тоже подарить, но какую-то одну оставить себе. В та футболка, которая сейчас на тебе, что с ней происходило? Я ее замочила в растворе из свеклы, сделала свекольные штампики и аппликацию. Ты огромная умничка. Скажи честно, мечтаешь ли ты о карьере модельера? Потому что вот это все, ну, прям тянет на полновесную дизайнерскую одежду. Не, я хотела стать хореографом или балериной. Вот, пожалуйста, это результат, да, уже со второго класса дети могут самостоятельно творить, да, проявлять себя, находить какое-то свое дело. Причем это не связано ни с каким предметом, да, вот, ну, я имею в виду, там, русский, литература, там, окружающий мир. Ну, да, с окружающим миром связано, да, Арина, да, экс-экологией. Вот, но, тем не менее, да, вот как пришла такая идея, то есть вот она, возможность реализовать себя, показать себя, это очень важно. Вот, значит, не только здесь, хотя это хобби, которое, а кто знает, может быть, когда-то станет и профессией, да. Ну, возможно, сегодня, на сегодняшний день ты говоришь о том, что хочешь стать балериной или хореографом, а, возможно, в будущем все изменится кардинально, и Арина станет известным дизайнером. Арина, из каких продуктов и какие краски можно еще получить? Можно сделать красный цвет из кетчупа и еще зеленый цвет из шпината. То есть, итого в наборе сколько у нас получилось цветов? Ну, много. То есть, здесь уже предела совершенства нет. Насколько тебе была интересна работа вот над созданием всей этой косоты? Ну... И сколько потребовалось тебе времени, чтобы окрасить футболки в такие необычные цвета? Окрасить футболки, ну, для каждой футболки потребовалось один день. Потому что, когда футболку замачиваем в растворе, то надо ждать, например, на один-два часа, потом сделать... Потом она должна высохнуть, потом нарисовать рисунок и сделать аппликацию. В году 365 дней, то есть, можно сказать, что если круглый год делать футболки, то к концу года у тебя будет 365 футболок. Целая линия одежды. Производство. Арина, задумайся, это прям мы тебе сейчас разработали настоящий бизнес-план. Лиза, ты сейчас учишься в 10 классе. О чем мечтаешь, кем хочешь стать? Остался всего лишь год до поступления. Есть ли уже какие-то мысли и повлияло ли на выбор той или иной профессии, того или иного направления, проектной деятельности? Мне сам по себе очень интересен такой предмет, как литература, поэтому я задумываюсь над тем, чтобы пойти на филологический факультет, именно на изучение истории русской литературы. Либо, не знаю. Время покажет. Время есть, время покажет. Но все-таки есть ли это и были ли отголоски от проектной деятельности к выбору твоей профессии? Тема позволила намного глубже изучить произведение. И мне очень понравился этот процесс. То есть именно вчитывание, именно поиск каких-то параллелей с другими источниками. Это очень интересно, на мой взгляд. Поэтому, пожалуй, да. Спасибо вам огромное, что нашли время. Пришли сегодня в нашу студию. Я поздравляю вас с победой. Арина, я тебе желаю не останавливаться на достигнутом, продолжать экспериментировать с натуральными красками, с одеждой. Ждем в нашей студии с новыми коллекциями. Татьяна Борисовна, ну а вам, конечно же, побольше таких талантливых учеников и побольше побед в вашей гимназии. Спасибо. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя и у вас все обязательно получится. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok